Свои три важных дела – построить дом, посадить дерево и родить сына – Анатолий Кравченко уже сделал и даже перевыполнил план. Глава семьи ещё и сам возвёл сарай, да не обычный, а из глины и соломы. Мужчина родился и вырос в Казахстане. Приморский край приехал за высшим образованием, здесь же создал семью. Всё это время мечтал испробовать саманный метод строительства, такой распространённый на родине в степях. Это возведение домов из глины и соломы. Я, во-первых, видел преимущество этого метода. Больше, наверное, в доме, который отец построил, там жила бабушка. Приходилось там иногда бывать, и я видел какой-то дом по своим свойствам. Мужчина проштудировал много литературы, опытом делился и отец. В своё время ещё в Азии папа Анатолия, кстати, тоже Анатолий, выстроил такой дом. Только тогда приоритеты были другие. Строил не из любопытства, а по необходимости – при помощи лошади. Сам мешал и таскал. Матери было некогда, она работала. Помощник сирко был. Вот на нём я и кручу, верчу, сижу, вот он месяц. А так, конечно, одному тяжело. Теперь дедушка – самый строгий критик и учитель, а в поднастерье – внуки. Как верно месить, сколько вешать в граммах? Технологию отслеживают сразу два Анатолия. Такого количества глины с соломой хватит на два кирпича – адапа или самана. Уж какое из названий больше по душе. На этот сарай потребовалось пять тюков соломы и несколько грузовиков глины. Причём приморская глина оказалась иного качества. Потребовался ещё и песок. Удивительно, с глиной поработаешь, руки, ей такое ощущение, что ты кремом помазываешь. И поэтому, когда сильно чистая глина, она может трескаться. Мне было 10 лет, я помогал папе и нашему работнику, помогал делать такие кирпичи, тоже месил ногами. Приятное ощущение ногам и то, что ты вообще как будто бы сам делаешь эти кирпичи, строишь дом. Один летний сезон ушёл на изготовление кирпичей. На следующий год уже возвели строение. Получился отличный, тёплый, сухой курятник. Замки по такой технологии сотни лет назад возводили в Англии, делится познаниями Анатолий. Украшают строение королевства по сей день. Причём с годами саманные дома становятся только прочнее. Я считаю, что в Приморском крае эта технология, она себя покажет очень хорошо и можно строить. Ну и просто дешёвый, дармовой материал. Да, трудоёмкий, но если у кого-то есть многодетные, например, дети, родственники. В Украине как строили? В Украине в деревне строили так. Ты закалываешь кабанчика, приглашаешь всех родственников, и они за три-четыре дня, выходные, они строят, реально поднимали дом. Свои мечты осуществил, но останавливаться на достигнутом Анатолий не собирается. Он уверяет, дома, построенные по такой технологии, есть в Приморье. Только умельцев не осталось. И уссурийский мастер готов делиться опытом с земляками. Ольга Муравьёва, Анатолий Молчанов, Телемикс.